Музыка Привет всем подписчикам с директором канала AlkaFan Сегодня я начну делать самогон из пшена Пшено первый сорт, шлифованное Главной целью это как всегда получить дистиллят И оценить его по качеству, а именно на запах, на вкус На 2 килограмма пшена я возьму 8 литров воды И для начала ее скипячу Вода закипела, отключаю плитку и засыпаю пшено Пшено я размешал и решил немного его еще проварить Начинаю его варить, оно начинает пригорать Решено как всегда, замотать теплое одеяло и отправить кастрюлю на часика 2 в теплое место Пусть запаривается, потом посмотрю что получится Прошло ровно полтора часа, пшено прекрасно само распарилось Превратилось в кашу, далее добавляю 6 миллилитров фермента альфа-амилазы Фермент альфа-амилазы нужен для разжижения густой каши Разжижение прошло прекрасно Теперь ожидаем, чтобы температура понизилась до градусов 63-65 Чтобы добавить второй фермент глюко-амилазу Нужная температура в баке есть, добавляем второй фермент Фермент глюко-амилазы нужен для того, чтобы крахмал, который есть в пшене, превратился в сахара Которые потом скушают дрожжи Глюко-амилазы я добавил 3 миллилитра Хорошо все смешал, далее бак закрываю крышкой Заматываю в одеяло и ставлю в теплое место на пару часов Пусть крахмал превращается в сахара Я не стал заморачиваться, ждать и оставил сусло на целую ночь Оно осахарилось хорошо, сладенькое Температура его 30 градусов, как раз чтобы добавить дрожжи Насчет дрожжей Если вы используете простые прессованные, то это примерно 20-25 грамм на 1-2 грамм сырья Если же сухие, типа сапливюр, грамма 4 Я уже перешел на дрожжи спиртовые для зерновых брах Как по мне, вкус продукта получается немножко мягче И бродит оно поинтереснее Я дрожжи залил небольшим количеством теплой воды Они постояли 10 минут Поднялась пенная шапка Заливаю в затор Отправляю на брожение при комнатных условиях Так, чтобы температура примерно была от затора 28-30 градусов Брага на пшине отбродила за 5 дней Бродила ровно, не скажу, что бурно Сейчас я попробую отфильтровать и на первый перегон Все удачно и без проблем профитровалось Все удачно и без проблем профитровалось Закончил я отбор спирта с рца пшенного свагона Получилось примерно литр 700, литр 800 Заливаю в бак и начинаю вторую перегонку на аппарате Midget Тарелочки начинают закипать Сделал мощные спитки в два раза меньше Температура в колонии 77,1 Начинаю отбор головной фракции Отбирать буду, как всегда, для зерновых Около 10% от абсолютного спирта В моем случае в клубе сейчас примерно 500-600 мл абсолютного спирта То есть примерно отберу 50-60, максимум 70 мл Начинаю отбор среднего тела Закончил я отбор среднего тела Сейчас бегут хвосты Отбирал среднее тело до 78 градусов Так, чтобы был самый смарт Далее разбавляю до нужного питьевого градуса Отдыхаю и, как всегда, на дегустации Начинаю дегустацию с самогона и с пшена Сегодня по-домашнему, без пафоса Итак, разбавил я его до взрослого градуса 54 Постоял он у меня дней 8 Отдохнул, как всегда Ну, узнаем, какой его запах Вы знаете, запаха почти нет Такой на фоне легкий водочно-спиртовой оттенок есть Но имена самого пшена Еле-еле чувствуется Но он, скажем так, не объясним Приятный, алкогольный, легкий запах На вкус Очень достойно Вкусно В конце Сладимость злаковая Нейтральный вкус Нету никаких посторонних Хороший Отличается он от других, которые я делал Зерновых Вот тем, что здесь Отсутствуют какие-то нотки зерновые В плане Их нет Нейтральный, мягкий, алкогольный вкус Честно, я удивлен Я думал, что будет какой-то такой, знаете, налет И запаха Может быть неприятный Но его нет Вкусно Ну, а теперь подборщ И сало Узнаем Сегодня суббота Можно и пообедать Хорошо Очень мягко заходит Изумительно Хороший Мягкий Нейтральный Алкогольный вкус Сладенькая Сладенькая Да, хорошо Мне нравится Вы знаете Пшено меня очень удивило То есть Те, кто любит Нейтральный, хороший Алкогольный вкус Без никаких Примесей Таких Самогонных Всевышных Сто процентов Рекомендую Ну, само собой Двойная хорошая Перегонка С тщательным отбором Головных Их постовых Спасибо всем За внимание Подписывайтесь На канал Ставьте лайки С вас всех Репост Буду рад Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok